Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пани Шпилька, меня зовут Яна. Сегодня я с удовольствием полистаю и расскажу вам про замечательную серию детских книг, которые называются «Исторические дневники». В эту серию входят вот эти две книги «Пиратский дневник» и «Рыцарский дневник», а также планируется в ближайшее время к выпуску «Египетские и римские дневники». Автор этих книг Ричард Платт, художник-иллюстратор Крис Риддл. Эти книги еще совсем новинка, выпущены издательством «Качели» конец 2019-го, начало 2020-го года. Вот такие красивые у них яркие красочные обложки, просто загляденье. Книги в твердом переплете, изданы на мелованной бумаге и имеют порядка 64 страниц каждая. На страницах этих книг четыре подростка из разных эпох и цивилизаций сами рассказывают о своей жизни в формате дневниковых записей. На сегодня в моей домашней коллекции есть две книги из этой серии «Пиратский дневник» и «Рыцарский дневник». Их мы сегодня и посмотрим. Итак, открывают серию исторических дневников «Пиратский дневник». Записки Джейка Карпентера «Юнги». Этот дневник я, Джейк Карпентер, начинаю 23 сентября 1716 года, на третий год правления славного короля Георга и десятый год моей жизни. Очень скоро моя жизнь изменится, потому что я ухожу в море. Я стану моряком, по крайней мере, на время. Билл – брат моего отца, матрос. Он будет присматривать за мной. Билл рассказывал мне о морских чудовищах, русалках и огромных плавучих ледяных островах. Он видел водоворот в океане, попадал в ураганы и спасался от пиратов. И скоро я увижу все это собственными глазами. Хочешь совершить морское путешествие на парусном бриге? Увидеть пиратскую республику на острове Нью-Провиденс? Попробовать бобы с солониной и корабельные сухари? Забраться на самую верхушку грот мачты? Научиться читать карты? Джейк Карпентер расскажет обо всем, что должен знать и уметь Юнга, будущий капитан. Мальчик Юнга сам рассказывает о своей жизни в формате дневниковых записей. Его ждут необычные приключения и новые открытия. Этот мир моряков и пиратов оживил замечательный художник Крис Риддл. Его детальные иллюстрации переносят читатели на бриг гончия, где мы видим жизнь моряков во всех ее подробностях. Между прочим, за иллюстрации книги «Пиратские дневники» художник получил медаль Кейт Гринуэй, которую присуждают лучшим иллюстраторам детских книг. А сейчас хочу зачитать очень короткую выдержку из этой книги. Вторник, 2 октября. Корабельные галеты, все зовут их хлебом, хотя это не так, жесткие, как дерево. Надкусив одну из них, я обнаружил дюжину маленьких белых червей, которые прогрызли внутри целый лабиринт. Авраам посоветовал, галеты лучше есть в темноте, а если не втерпешь, постучи сухарем по столу, и черви вывалятся. Яркие детальные иллюстрации погружают в эпоху так, что мы видим повседневную жизнь в мельчайших подробностях. А завершает каждую из этих книг небольшой исторический экскурс в эпоху с подробными черно-белыми рисунками. Даже глоссарии-указатели оформлены так, что их можно разглядывать долго и с удовольствием. Следующая книга серии «Рыцарские дневники». Автор этой книги Плат Ричард – художник Крис Риддл. Этот дневник я, Тобиас Бургес, начинаю 2 января 1285 года от Рождества Христова. Здесь я буду писать о событиях, происходящих в моей жизни. Через два дня мне исполнится 11 лет. Я покину родной кров и следующие 12 месяцев, а может быть и больше, проведу в замке старшего брата-отца Джона Бургеса, барона Станборского. Наконец-то я научусь всему, что должен уметь оруженосец. А вдруг когда-нибудь мне даже удастся стать рыцарем? Хочешь прожить целый год в настоящем средневековом замке, научиться стрелять из лука и шагать на длинноножках, побывать на рыцарском турнире и полакомиться на перу? Тобиас Бургес расскажет обо всем, что должен знать и уметь Паш, будущий рыцарь. Как и в предыдущей книге, мир средневековой Англии оживил замечательный художник Крис Риддл. Его детальные иллюстрации перенесут читателя в замок Странбора и покажут жизнь его обитателей во всех подробностях. А сейчас хочу зачитать вам коротенький отрывок из рыцарских дневников. Понедельник, 5 февраля. Капеллан заболел и провел сегодня весь день в постели, поэтому мы могли делать все, что нам заблагорассудится. И чтобы я отвлекся от грустных мыслей об охоте, Марк, который до смерти устал от моих рассказов, предложил мне поучиться шагать на длинноножках. Так он называет ходули. Мы направились к старым воротам для вылазок с западной стене. В прежние времена это был потайной выход из замка, но теперь его почти не используют. Мы вышли к рощице, который растет под стеной, и Марк объяснил мне, что для ходули надо срезать раздвоенные ветки каштана. На коротком отростке стоят, а за длинный держатся. Я очень быстро понял, что ходули гораздо проще изготовить, чем использовать. Теперь я весь в синяках. Понедельник, 13 августа. Сегодня снова появился пиявка Лич. Он долго осматривал меня и ощупывал, и опять сказал, что мне необходимо кровопускание, чтобы освободить мое тело от всех болезнетворных жидкостей. Пиявка крепко жал мою руку и полоснул ножом по вене. Тете он объяснил, что во мне скопилось слишком много черной желчи. И потом добавил, что близится полнолуние, и поэтому для кровопускания сейчас самое время. Наконец Лич забинтовал мне руку, взял листок пергамента и начертал на нем мое имя. Каждой букве он дал номер, сложил числа и торжественно произнес «Мальчик будет жить». Услышав эти слова, тетя чуть в обморок не грохнулась от радости и щедро заплатила жирному доктору за работу. Вообще из этих книг можно подчеркнуть просто массу информации, которую не знают не только дети, но и большинство взрослых. Это очень интересные книги. Кто такой навозный мужик? Или что такое кровопускание? Здесь все описано и расписано подробно, но очень понятно и увлекательно. Дневник Тоби – это, конечно, вымышленная история, но в средние века мальчики действительно расставались с родителями и становились пожами в замках. Они играли в игры, описанные в дневнике, и встречались с людьми, похожими на тех, о ком здесь написано. Эти дневники написаны простым и увлекательным языком. Нет слишком глубокого погружения в энциклопедические объяснения. При этом картина эпохи воссоздано очень живо. Здесь, конечно же, как и в предыдущей книге, небольшой экскурс в историю Англии. Какие-то небольшие уточнения и подробности о жизни и быте той эпохи. Но все это написано абсолютно легко и ненавязчиво. На мой взгляд, эти книги будут очень интересны, особенно молодым людям в возрасте 10-12 лет. Очень увлекательные книги. Ну что ж, друзья, если вам понравились эти книги, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я рада каждому из вас. А сейчас пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok